Девушки отдыхают Или на юг Я же заблудился И при чем тут компас? Ну определил я, что север там Мне же компас не показывает, куда мне нужно идти Мне он просто показывает стороны света Вы что-то разволновался, а? Вот если я серьезно заблудился, что делать? Что делать? Что делать? Главное, знаете, что делать? Если ты заблудился? Главное выжить Чтобы тебя, если что, нашли В нормальном состоянии, а не в таком Замерзшем Кстати, о том, как согреться в лесу, вот об этом наш сюжет Гораздо более полезный, чем этот компас Не нужный никому Смотрим Ровно неделю назад Участники экстремального проекта Галилео вновь попали в затруднительную Ситуацию Мы предложили нашим героям Почувствовать себя брошенными и покинутыми В глухом лесу И заставили подавать Сигналы СОС, используя только подручные средства Сегодня программа Галилео приготовила по-настоящему суровое испытание На этот раз к профессиональному спасателю Антону и туристу Денису Присоединяется наш давний знакомый Скромный преподаватель физики Виктор Участникам эксперимента Придется решить непростую задачу И найти способ Согреться в лесу В помощь героям Программа Галилео Предоставляет целую машину Со всевозможным инвентарем Пора приниматься за дело Первым поборется с холодом Профессиональный спасатель Антон Наш герой Сразу же вооружился лопатой Специалист по выживанию Лучше других знает, как вести себя в сложных ситуациях Испытатель решил выкопать в земле небольшую яму А если нет лопаты, можно использовать ложку или нож Так, а теперь мне нужно угли и несколько камней Баню собираешься в струк Спасатель разжег костер А пока горят ветки Антон выкладывает дно ямы Все, что осталось сделать Распределить горячие угли По всей площади углубления Они нужны для того, чтобы разогреть камни Которые в свою очередь Прогревают верхний слой земли Чтобы изолировать тепло Спасатель накидал сверху Еловый лапник Антон сделал огненную кровать Она может спасти от гипотермии Даже в тайге В самый холодный день Ну что, неплохо Опытный турист Денис Привыкший к жизни вдали от цивилизации Знает элементарный способ согреться Поначалу поведение Дениса Нас немного смутило Вместо того, чтобы утепляться Турист принялся раздеваться Сейчас одену синтетическую футболку Многолетний опыт подсказывает Для того, чтобы согреться Достаточно просто отвести от тела влагу А затем позаботиться Чтобы она не впиталась в одежду Для этого поверх синтетической футболки Денис укутывает собственное тело газетами Турист тщательно обматывает руки, плечи и грудь После того, как наш герой Все больше начинает походить на мумию Денис надевает поверх газеты Футболку и куртку Так, я точно не замерзну Сто раз проверим По этому же принципу работает термобельё Оно сделано из двух основных слоёв Внутреннего синтетического Который отводит влагу от тела И внешнего хлопкового Который отвечает за впитывание влаги Между кожей и внешней средой Образуется защитная прослойка Из тёплого воздуха Которая изолирует тело от холода Похоже, Денису действительно совсем не холодно Дополнительный синтетический слой одежды И стопа газет Помогают туристу сохранить тепло И вряд ли дадут замёрзнуть Способ эффективный Преподаватель физики Далёк от походной жизни Единственное, что ему приходит в голову Это спирт Конечно же пить я это не буду Этим спиртовым напитком я разотрусь А что ж так холодно-то? Принято считать, что при растирании спиртом Кровеносные сосуды и поры кожи В ускоренном режиме расширяются Отчего телу становится тепло Всё дело в том, что спирт действительно расширяет поры и сосуды Но после ускоренного разогрева Организм начинает так же ускоренно отдавать тепло обратно Когда растирался, было холодно Теперь вообще зубы на жизнь не попадают Странно, что преподаватель физики упустил этот момент Способ Виктора не сработал Но у нашего героя ещё будет шанс реабилитироваться В осеннем лесу продолжает холодать Нашим испытателям до заката солнца нужно успеть согреться Турист со стажем Денис знает, что такое ночёвка в холодном лесу Обычно любители походов выходят из положения, проводя ночь в спальных мешках В нашем случае есть только обычные мешки Будем выходить из положения Денис раздобыл три мешка И собирается сделать из них большой спальный комплект Лис, который обычно используют в спальниках Нам заменит сухая трава или солома Соломой и сеном обычно утепляют стены сараев И из складских помещений Благодаря своим изоляционным свойствам Солома хорошо сохраняет тепло и даже со временем не сыреет Быстро высыхая после дождя Денис набивает соломой мешки А затем укладывается на один, как на матрас Второй кладёт под голову, а третьим укрывается сверху Пока холодно, немножко полежу и согреюсь Это как шубу надевать Сначала оденешь, а потом становится теплее Вопреки распространённому выражению, шуба вовсе не греет Скорее, это мы греем шубу Мех – весьма плохой проводник тепла Он лишь замедляет доступ холодного воздуха к телу извне И также задерживает тепло, не позволяя ему уходить наружу Соломенные мешки действуют также Сухие полые стебли – это тысячи воздушных капсул, сохраняющих тепло Денис прав Через некоторое время его тело начнёт отдавать своё тепло И заполнять пустоты, образованные соломой Спустя полчаса тепловые капсулы станут согревать туриста Не пропуская внутрь мешка холодный воздух извне Спасатель Антон по долгу своей службы Не раз попадал в ситуации, когда нужно экстренно согреться Первым делом специалист по выживанию решил разжечь костёр Когда пламя разгорелось, спасатель бросил в угли несколько камней Даже если костёр прогорит слишком быстро, камни успеют достаточно сильно нагреться Ко мне идёт жар, и мы будут согреваться Камни остывают очень медленно И таким простым способом можно согреваться всю ночь Плюс способа в том, что когда камни остынут, их можно будет взять с собой То есть, чтобы греться, не обязательно сидеть у костра Так нести же камни с собой тяжело Если хочешь согреться, не только камни будешь таскать Преподаватель физики Виктор решил блеснуть своим образованием И применить на деле собственные познания Правда, не в области физики, а в области химии В руках у нашего героя хлористая медь и алюминиевая стружка Виктор смешивает несколько граммов хлористой меди со стружкой и древесными опилками И что это ты делать собираешься? Химическую грелку А ты что, всё время с собой химическую лабораторию таскаешь? Или ты пробирки в лесу под ёлкой нашёл? Да какая разница? Виктор засыпает полученную смесь в водонепроницаемый пакет Затем упаковывает в бумажный и заклеивает Теперь, чтобы запустить химическую грелку Нужно проткнуть пакеты, залить внутрь немного воды и как следует встряхнуть Медь, металлическая стружка и опилки взаимодействуют с водой Запуская тепловую реакцию Для того, чтобы грелка стала горячей, достаточно подождать 5 минут Пакет стал горячий, можно греться Слушай, ну правда горячий Я же говорил Слушай, а ты так и не сказал, где ты все эти химикаты возьмёшь? Если и правда в лесу выживать придётся Да что ты пристал, не хожу я в лес Самое время подводить итоги Герои смогли проявить изобретательность И придумать способы, чтобы не замёрзнуть в лесу Физик попытался согреться спиртовым растиранием Но эффект продлился недолго И преподаватель замёрз ещё сильнее Однако Виктор вскоре реабилитировался Смешав химикаты, он сделал грелку Спасатель Антон соорудил огненную кровать И попытался согреться с помощью раскалённых камней Турист Денис обычную одежду собственноручно превратил в термобельё А мешки, набитые соломой, в спальное место В следующей серии нашим героям в условиях дикой природы Придётся столкнуться с новыми трудностями Им предстоит придумать место для ночлега И соорудить в лесу надёжное укрытие Поразительные люди-грибники Они идут в лес Знают, что в процессе поиска грибов можно заблудиться И при этом одеваются всегда в камуфляж Его за 20 метров в лесу уже не видно Ребят, если вы идёте в лес, одеваете что-нибудь яркое Чтобы вас можно было увидеть даже за километр в лесу Ну, в таком, не сильно густом А ещё есть один момент Посмотрите, все же знают, как определить север, да? Вот если у вас мох с этой стороны, значит там север У нас есть тоже свои приметы Вот здесь, в декорациях Смотрите, если с той стороны мох Значит, именно той стороной на полу и хранилась наша декорация ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...